Друзья мои, всем привет! Сегодня с вами поговорим о том, как можно определить у себя страх близости. Говорят другими словами, как понять, что ты являешься контрзависимым человеком. Я расскажу вам три признака, но это не значит, что у вас должны быть все три признака. Даже одного уже достаточно, чтобы сделать вывод о нарушении типа привязанности. Первый признак – это отношения для вас чуть ли не на самом последнем месте вашей жизни. Все ваше внимание нацелено на работу, на самосовершенствование, саморазвитие. То есть вся ваша жизнь – это выполнение каких-то проектов, проект за проектом, цель за целью, задача за задачей. Даже если вы не можете сильно реализоваться в работе, может быть, это и не работа, это может быть просто какие-то другие вещи из общей такой категории саморазвития. То есть вы, допустим, можете просто работать на обычной работе, сильно не напрягаться на ней, но зато у вас там три раза в неделю спортзал, по воскресеньям вы наводите себе красоту какую-то, еще у вас кружок по пению, кружок по плаванию. В общем, все ваше время занято каким-то выполнением каких-то очень важных для вашего развития задач. И, конечно, в этом плотном графике у вас только в воскресенье с трех до пяти есть время на то, чтобы с кем-то там сходить на свидание и как-то с кем-то пообщаться. А если я вам, допустим, скажу там, отмените спортзал и сходите на свидание, то вы на меня посмотрите как на сумасшедшую, ну как бы, о чем ты говоришь, спасибо за предложение, но мне это не подходит, потому что спортзал сделает из меня человека, а какое-то бесцельное просто свидание, ну ничего мне хорошего не даст. И таким способом вы как бы избегаете выстраивания близости, потому что у вас есть другие задачи, более важные для вас, и они всегда будут для вас более важными. Даже если вы там каким-то образом сможете создать с человеком какую-то связь, и не дай боже, что-то там пойдет не так, случатся какие-то сложности, трудности, проблемы, то что вы сделаете? Конечно же, вы снова переключите себя в свое саморазвитие, будете делать вид, что эти все отношения вас вообще в принципе не сильно-то и беспокоят, хотя на самом деле беспокоят, да, то есть вы скажете, не-не-не, мне это не надо, я уже так сыт по горло, все, я лучше вот здесь буду работать свою работу, буду становиться человеком, буду совершенствовать себя, и тогда как бы все у меня будет в жизни хорошо. Вторая ситуация в жизни, по которой мы можем отследить контрзависимость, это слишком большая разборчивость. Да, вот так вот бывает, когда хочешь найти самого идеального, самого классного, самого подходящего, такого вот принца, который прямо рвется в бой и хочет с тобой отношений, который прямо всем своим видом показывает, что он интересуется тобой, что он как бы влюблен, вот только такой вот мне подойдет. Или когда девушки и женщины начинают искать какие-то стопроцентные способы влюбить в себя, удержать его, как-то сделать так, чтобы он никуда не сбежал, сделать так, чтобы она всегда была для него на первом месте, да, это как мне тут девушка недавно написала в комментариях. Снимите, пожалуйста, ролик, в котором будете рассказывать про манипулятивные техники, как влюбить себя на первом свидании, чтобы вот прям стопроцентов заинтересовать. Это когда у девушки есть какие-то такие убеждения, что, допустим, я там месяц ему давать не буду, чтобы он привык ко мне, а потом только можно переходить к интимной близости. Или там к интимной близости можно переходить только, когда он подарит мне там на определенную сумму денег каких-то подарков. Пусть сначала вложится в меня, а потом я, может быть, и подумаю о том, чтобы как-то с ним сблизиться. Или когда девушка сначала хочет услышать там признание в любви, намерение, такую декларацию серьезных отношений, что да, как бы вот я хочу с тобой там семью, и только тогда я могу приступить там к интимной близости, вообще как-то сближаться с человеком и рассматривать его. О чем вообще это все говорит? Это говорит о том, что человеку нужны какие-то гарантии. Гарантии того, что меня не бросят, гарантии того, что я интересна, гарантии того, что ко мне есть какие-то чувства. А зачем нужны эти гарантии? Гарантии нужны за тем, чтобы хоть как-то справиться с этим страхом быть отвергнутым, с этим страхом, что меня бросят, с этим страхом, что я буду ненужная. И в большинстве своем девушка, которая очень разборчива, которая обращает внимание на всякие мелочи, на всякие любые недостатки вообще других людей, там потенциальных партнеров, которая ищет только серьезных отношений, это девушка, которая находится в контрзависимости, это девушка, которая боится только одного, что ее бросят. А так она как бы себя отодвигает, она говорит, ну я же тебя еще не выбрала, ты же не такой хороший, значит мне не будет так больно, мне не больно, ведь ты же не принц. И третий признак, он вообще практически противоположен со вторым, да, то есть мы можем посмотреть на этих двух женщин, скажем так, и понять, что это как бы вообще разные истории, а на самом деле все упирается в одно и то же, в ту же самую контрзависимость. В общем, что это за признак? Это когда все наоборот, когда у вас много эмоций, много любви, но это все какое-то такое мимолетное и поверхностное. Когда вам сегодня нравится Вася, завтра нравится Петя, а через неделю вас заинтересовал тот красавчик. То есть вам нравятся все и одновременно никто, никто глубоко не сможет пробиться в ваш такой, скажем так, панцирь, потому что вы выстраиваете поверхностные отношения, да, то есть меня зовут Настя, это все, что нужно знать, чтобы выстраивать со мной отношения. А как только у вас в отношениях возникает такая история, что вам нужно как-то углубляться, нужно проводить время вместе, нужно там вникать в жизнь другого человека, нужно как-то эмоционально сближаться, в этот момент вы исчезаете, вы переключаетесь на другого и говорите, вот это все, мне уже не интересен, как бы что-то, что-то не мое, да, вот с этим мне нравится. И начинается все по-новому, все по кругу, пока вы снова не переключите свое внимание на кого-то другого. И таким способом вы тоже защищаете себя от этого страха, страха быть брошенным, страха, что меня оставят, меня покинут, потому что я не сближаюсь с человеком, и значит он не может меня бросить, но мне не будет больно, потому что я поверхностно с ним. Я как бы сегодня тебя люблю, завтра я тебя разлюбила, я люблю другого, поэтому мне не больно, если ты вдруг откажешься от меня. И таким способом тоже как бы прорабатываются риски того, что что-то пойдет не так. В общем, такое фигура тут, фигура там. И все, о чем мы сегодня с вами говорили, это одни из десяти сценариев, по которым у человека складываются отношения. Ну, вернее, не складываются отношения, скажем так. И если вы себя узнали в этих описаниях, то, ну, во-первых, знаете, что вы не один в этом, что много людей, которые сталкиваются точно с такими же проблемами. А во-вторых, знаете, что все это можно изменить, можно научиться сближаться, можно проработать свой страх, можно по-другому посмотреть на все, что происходит в вашей сфере отношений. Если вы не знаете, как это сделать, то курс сценарий в отношениях ждет вас, потому что именно там я рассказываю, какие еще есть сценарии, как мы попадаем в эти сценарии, и как из них выбраться, что самое главное, и что интересует каждого из людей. Потому что, понимаете, вы самостоятельно вряд ли сможете выбраться. Максимум, что вы можете сделать, это перейти из одного сценария в другой. Как это происходит? Когда вы идете на свой страх, то есть у вас есть страх сближаться, да, вы, допустим, очень разборчиво, да, то есть никого к себе не подпускаете. И вот однажды вы думаете, эх, гори оно все огнем, буду все равно сближаться, вот пойду прямо на свой страх, и вы начинаете с человеком как-то выстраивать какие-то взаимоотношения, начинаете с ним сближаться. А так как у вас нарушение типа привязанности, и вы не понимаете, как выстраивать здоровую близость, да, то есть что такое здоровая привязанность, то вы 100% попадете в зависимость, то есть, ну, вот даю вам, не знаю, 100% вероятности, да, то есть вы попадете в эмоциональной зависимости от человека, пробудете там несколько лет, поваритесь в этом всем и скажете, боже, нахрена бы оно мне все надо было, я никогда больше ни с кем не буду строить никакие отношения, и все, вы ушли снова в свою привычную вам уже контрзависимость, и так может продолжаться, ну, до бесконечности всю жизнь, могу сказать так. Чтобы перейти из всех этих сценариев на счастливый, скажем так, сценарий, нужно работать со своим типом привязанности, именно вот с этим страхом сближения. В общем, рекомендую этот курс всем, вот и вся история. И также жду вас всех в своем телеграм-канале. На сегодня у меня все, всех люблю, целую, пока-пока.